А мы начинаем с громкого уголовного дела. Анатолию Быкову устроили очную ставку со свидетелями, проходящими по его делу. Фрагмент записи выложили в интернет следователи. И сегодня же экс-депутату предъявили обвинение в организации двойного убийства, которое произошло в 1994 году. Напомню, по версии следствия Быков, после покушения на свою жизнь, посчитал причастным к этому Александра Наумова и решил его устранить. Сделать это поручил своему человеку, Владимиру Татаренкову, а тот нашел исполнителей Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. Спустя 26 лет после убийства, трое свидетелей на очной ставке с Быковым указали на него, как на заказчика. Быков говорил о том, что его взорвали двое. Это все он организовал Науму. Предложил мне Чучкову. Вы сможете убить этих? Я и Чучков дал согласие. Это убийство организовал Быков Анатолий Петрович, так как он сказал нам, их надо убить. Его люди предоставляли нам квартиру для проживания во время убийства. И впоследствии мы скрывались до нас, предоставленных Анатолием Петровичем Быковым. По какой причине ранее вы не указывали о причастности Быкова к совершению данного преступления, а в настоящий момент указываете об этом? Ну, из чувства солидарности раз, из того исходя, что, может быть, в чем-то помог бы. Но помощи не увидел за весь срок. Впрочем, сам Анатолий Быков на очной ставке вину свою не признал, подчеркнув, что ни одно слово из показаний свидетелей не является правдой. Мы связались сегодня с его адвокатом, и тот сообщил, что на следующей неделе будет рассмотрена апелляция его подзащитного. Однако, качественно подготовиться к судебному заседанию и проработать с клиентом в предоставленных условиях крайне сложно. Его позиция прежняя. Вину он не признает. Находится сейчас один в камере, в карантине. Очень его огорчает отсутствие телевизора, отсутствие холодильника. Также высказывал Анатолий Петрович свое недовольство тем, что действительно на сегодняшний день в спецном изоляторе продуктивно работать с адвокатами совершенно невозможно. Потому что из-за карантина мы встречаемся в тех кабинках, где встречаются родственники в ходе свиданий. Субтитры создавал DimaTorzok